Привет всем, это канал Кэп Ти Ви. Сегодня предлагаю вам посмотреть забавный файтинг от Сони. Называется Звезды PlayStation. Битва сильнейших. На английском All PlayStation Stars. Начинаем. В чем фишка, в общем-то, этой игры? Так это в том, что это файтинг с героями различных знаменитых игр, которые были эксклюзивами на PlayStation и, в принципе, и не только. Где-то вот здесь, вот, по-моему, дополнительно описание персонажей. Вот здесь мы можем посмотреть, кто уже открыт. Кратос из God of War. Парапа Дерапа какой-то. Его я не играл, но я знаю, что, по-моему, что-то связано с пением, там игра. Не уверен. Фэт Принцесс. Из Твистед Металл. Безумный клоун. Вот здесь Слай Купер есть у нас. Из Киллзон. Радек. Великолепной тактики в бою. Он всегда в первых рядах. Ну, естественно, всем известный. Дрейк из Uncharted. Рачет и Кланг. Тоже знаменитая, довольно-таки, детская игрушка. Джек и Декстер. Игра от Naughty Dog, кстати говоря, которая была мега популярным сериалом на второй PlayStation. Infamous обе части. Ape Escape. Medieval Serden. Это Торо. Из Биошока. Большой папочка у нас здесь есть. Ну и вот пример, кстати говоря, Биошок и Devil May Cry. Данте. Это уже не эксклюзивы Sony. Тем не менее, они здесь тоже есть. Сакбой из LittleBigPlanet. Рейвен из Metal Gear. Причем из нового, из последнего Metal Gear. Там, где он уже такой мега навороченный киборг. Есть Нарико из Heavenly Sword. И Миссима Дзайбацу из Tekken. Не знаю, все ли это персонажи. Или, возможно, еще какие-то будут открываться по ходу прохождения. Но пока вот есть такие. Ну и что, давайте по очереди. Давайте посмотрим сначала сам игровой процесс. А потом уже посмотрим, что еще здесь может быть интересного. У нас здесь есть прокачка. Можно костюмчики там им менять. В ходе игры они все открываются и добавляются в возможность редактирования. Так, вот мне интересно. Сюжетная штука. Соревнования с игроками из разных стран. Все, я понял. Вот один игрок. Это наша. Аркада, боевые испытания, обучение. Но обучения не будем. Я уже его прошел. Посмотрел. Там все, в принципе, понятно. Есть классные суперудары. Выберите героя. Так, выбираем персонажа. С кого начнем? Хотел бы я сейчас устроить очень быстрое голосование среди тех, кто смотрит этот ролик. Чтобы вы выбрали, кого вы хотите. Но, к сожалению, такой возможности нет. Поэтому придется выбирать самому. Хотя можно вот так вот сделать. Автоматом. Уничтожу их всех! Так, сложность. Герой, легенда, звезда. Но я пока точно не звезда. И, возможно, даже не герой. Давайте начнем. Точнее, вне... В общем, начнем с легкой сложности. Герой. К нему стремится каждый. Есть те, кто грызется за него со всеми. Не понимая, что если за него бороться, оно лишь утечет сквозь пальцы. Сила всегда приходит ко мне сама. Причем... В самый нужный момент. Сейчас, например, Хелгану угрожают земляне. Их нашествие грозит гибелью нашей раси. За пределами планеты собирается вражеский флот. Ходят слухи даже и о более... Грозных противниках. Слабый стал бы ждать, пока враг нападет и раскроет себя. Большая удача для Хелгана. Что я не из числа слабых. Нет. Я сам найду, кто замышляет против меня. Против нас. Я покажу им, что такое могущество. Ну вот вы видите, даже есть такие сюжетные мультики про каждого персонажа. Что-то, какие-то истории. Или, я не знаю, или представления. И карты. Карты, конечно же, тоже основаны на тех или иных играх. Вот они. Так, поехали. Что умеет этот Хелган? Или Хелгаст, как правильно. Вот, кстати, уровень 1 говорит о том, что... Ай, блин. О том, что можно нанести суперудар, который есть у каждого персонажа. И чем больше 3, максимально 3. И на третьем уровне там вообще красота с мультом, с квиктайм-ивентами, со всей ерундой. Очень даже прикольно. Вот это, я думаю, может порадовать любого фаната какой-то франшизы, участник которой есть в этой игре. Так, уже чуть-чуть до второго уровня осталось. Хотя, на самом деле, самое интересное, как я уже сказал, это третий. Третий это... Шик и блеск. Хотелось бы его... Увидеть за каждого персонажа. Хотя бы ради этого даже в эту игрушку играть прикольно. Подраться, набить третий уровень и посмотреть, какой суперудар. Потому что сейчас, когда мы до него дойдем, вы поймете, что это довольно-таки прикольно. Так, вот. Тут еще и из карты какие-то могут быть приходы, презенты. Так, ну что, до третьего дойдем. Что-то никак. Так. Есть. Вот то, о чем я говорил. Вот такие фишки у каждого персонажа свои. Правда, здесь довольно коротенький мультик был. Но, возможно, они еще и открываются. Не знаю, в общем, нужно изучать, с чем мы сейчас, в общем-то, и займемся в течение этого ролика. Так, к нам ракеты. Нет, это не к нам. Ну, естественно, я уверен, наверняка, что с друзьями на одной консоли, например, или в сети, наверняка, будет очень весело подраться и выяснить, кто же все-таки сильнее. Кратос или, например, Дрейк из Uncharted. Осталось 10 секунд. Три, два, один. Так, уже ничего с этим. Не умеешь драться. Так, тысячу очков получили. И новый уровень, второй. Доступно новое вступление. Вот видите, прошли, открылось новое вступление для Hellgun'а или Hellgast'а. Вот таким образом открываются разные фишечки. Так, что теперь? Теперь у нас получается бой против двух. Врагов сразу, я так понимаю. Предметы отключены. Вот, пожалуйста, на карте Killzone, я так понимаю, мы теперь... Неплохое место для вами. Сейчас ты умрешь. Закройте, а нас констерейн спадут. Отличный. Большой папочка вместе со своей... Подопечной. Теперь они, да, вдвоем. Тут даже не вдвоем против нас, а здесь каждый сам за себя. То есть, можно вчетвером даже играть на одной консоли, на одном экране или же... Или же по сети. По-моему, довольно фановая штука. Ой, мне словно. Ну, давай. Бырly в Rifle, переводите. Хорошо. Хорошо. Да, это не Aeriz. О, чер止ь. Все там, носом. То есть, начнём. Подпишись. Хорошо. Да, получается. Хорошо. А, это, кстати, не Killzone, это из Resistance карта О, так, кстати говоря, если есть карта из Resistance, значит, все-таки персонаж, может быть, откроется со временем из Resistance Не кажется вам так? Так, мне вот, честно говоря, кажется Так, как туда запрыгнуть? А, вот так По-моему, весело Не знаю, как вам, а мне А, ну-ка, суперударчик вот Второго уровня Так, и что? Что по-новому? Долговастенькая, конечно, матч происходит Еще полторы Еще больше минуты осталось Здесь у нас уже и карта Ну вот, пожалуйста, пасхалочки различные здесь Из других вселенных Появляются Что тоже забавно Блин Такой экшен на экране бешеный происходит Не всегда успеваешь понять, где ты И вообще, что с тобой Еще и этот Тут зеленый летает Как-то пытается Мешать Так, вот так вот блок выглядит, кстати У хилгана Можно остановиться и Оп Прятаться за стенку А ну-ка, ребята Успеем Пострелять в вас Есть Как минимум пару раз Отправляйся, Каид Три Два Один Конец Ну и Кто там у нас Победитель в итоге 14 очков у нас Минус 2 у Кратоса Минус 4 у Большого папочки Доступно новое заключение Я так понимаю, это финальный какой-то ролик Новый уровень Понятное дело Но Доступна новая музыка Отлично Пооткрывалась Куча прибамбасов Костюмчики Да, у каждого персонажа О, теперь Четверо будет На одном экране У каждого персонажа По три костюмчика Я так понял По крайней мере В начале И это тоже забавно О, вот смотрите Карта Из Баяшок Инфинит Отлично Вот этого я, кстати Не ожидал Да, это не Шамбала Дрейка, между прочим Озвучивают Все те же персонажи Которые озвучивали И в настоящих играх Это тоже круто Блин, я, честно говоря Хотел бы уже за кого-то Другого попробовать Тут именно интересно Всех перепробовать Кто что умеет Он у Дрейка Мега пулемет Да, кстати Я забыл сказать Что здесь есть еще Сейчас они Здесь есть Когда на карту Выпадает оружие Рандомное какое-то И кто его первый схватит Может им пользоваться И оно там тоже Свои Воны Имеет свои Разные варианты Это тоже прикольно Кстати В общем По-моему Яркая игрушка Рассчитанная на Множество Фанатов Различных вселенных И по-моему Это неплохо Вот, кстати Что-то выпало Р1 Нажимаем Ой, я даже не А, вот Ворон Я натравил На Дрейка Ворон Какой-то выпал Кувшин Вот Дрейк Бочку какую-то Использовал Кучу всего Происходит на экране Кучу умений У всех Не успеваешь Просто даже Оба На, вот так Еще какая-то Подруга Выскочила Я так понимаю Что-то в Инфинит Я и такую Именно не припоминаю Так, ну что Используем Умения Ой Кто-то что-то схватил Опа На нас напал Посмотрите Влюбленный Какой-то Квадратик Не узнаю Из какой он игры Наверняка Вы-то узнали Так Надо уже Хочется уже победить Победить хочется Победа Или смерть Мне честно говоря Кажется что За Вот мы выбрали Одного персонажа И тут целая Очень большая Компания За него будет Ну как Как обычно В файтингах Да происходит Там Проходим Мы 10-12 Персонажей Потом там Еще боссы Какие-нибудь В конце Вот наверное Здесь то же самое Черт У нас еще батарея Разряжается Так Может быть Мы кстати Сделаем Таким образом Поскольку Мне кажется Эта игра Довольно Забавная Ее Больше Больше Нужно Времени Для того Чтобы про нее Больше узнать Увидеть Может быть Мы разделим Немножко Может быть Сейчас За Хелгаста А в следующий раз Например За кого-нибудь Другого Или нет Не знаю Не знаю Пока Не уверен Сомневаюсь Так Вот здесь еще Есть Предметы Которые мы Открыли Обзор ОП Или ОР Не знаю Что это Так А как бы Нам отсюда Да Да Так я и думал Еще будет много Битв Различных Мне кажется За каждого Здесь вот Пошли Мультяшные Персонажи Давайте сейчас Глянем Просто на Какая карта Будет Ух ты Безбилетники Uncharted Отлично Карта Основанная На Uncharted Так А вот Теперь я Наверное Все таки Не буду Дальше Играть За Хелгаст А попробуем Ну или Хелгана Я не уверен Как правильно Их называть Попробуем Выбрать Другого Персонажа Просто Жутко Хочется Посмотреть Какие-то Суперудары У других Как они Выглядят Давайте Вот Райдена Например Возьмем Так А что Это Такое Один Один Какие-то Цвета Меняются Интересно Что Что бы Это Значило Так Подтвердить Нет Все таки Героя Достаточно Ух ты А этот На английском Этот Без перевода Надо было Субтитры Включить Так Так Сагбой Наш первый Оппонент Снова Эта же Карта А Возможный Порядок Карта Тоже Одинаковый То есть Мы как бы Проходим Определенные Миры В определенном Порядке Может быть Может быть Так Ну что же Поехали Набивать Набивать Очки У Райдена Чтобы посмотреть Его Суперудары Ну Кстати Махается Он Довольно Похоже Как Как И В основной Игре Тоже Так И ногой В ногу Меч вставляет И Все что угодно А сагбой Вот вентиляторы Нам И всячески Пытается Противостоять Вот мы Нарвались Кстати Так Так Давай 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 Что-то Как-то Слабенько Только Первый Уровень Набили Можно Было Конечно И первый Второй Посмотреть Начнем С третьего Он Самый Интересный Такие Вот У вороты Есть Сальто На самом деле В принципе Я бы не сказал Что Настолько Уж Простая Система Боевки Здесь Довольно Таки Довольно Таки Много Комбинаций Можно Создавать Вариации Различных Блоки Вороты Ай Я случайно Нажал И Истратил Блин Целых Два Очка Придется По новой Набивать Уровень Один Давайте Еще Хочу Уровень Два У нас Наверное Времени Уже Не хватит Чтобы Набить Уровень Два А Точно Захваты Еще Вот Я за них Совершенно Забыл Я даже Забыл Как они Делаются Вот так Вот Кстати Захваты Здесь Тоже Есть И Сокбой Нас Захватывает И мы Можем Он Такой Мелкий В него Сложно Попасть Так Уровень Два Уровень Два Еще Чуть Чуть И 25 Секунд До Конца Боя Давай 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 Да До уровня Три Видимо Долго И нудно Набивать Нам не хватит Времени Элементарно Осталось 10 секунд Ну давай 10 секунд Еще Еще Чуть Три Два Нет Все Не успеем Не успеем А наверняка На другой бой Это не переносится Мне так кажется Так Тысяча очков Новый уровень Понятно Что еще Доступно Новое вступление Призы Такие же Примерно Как и У нашего Героя Из Killzone Так Кратос Против Радека Теперь И против Нас Естественно Тоже Они Оба Вот Карта Из Годов War Кстати Очень Даже Похоже Чуть Проще Рисовка Тем не менее Красиво Неплохое место Для боя На старт Бай Так Ну что же Вот здесь я точно Постараюсь набить Второй Третий Точнее Уровень И посмотреть Наконец-то Как выглядит Суперкомбо От Райдена Так Что-то там Карта С нами Тоже Воюет По полной Программе Здесь Появляются Различные Мостики С которыми Можно Взаимодействовать Так Я себя Потерял Еще один Мостик Так Что ж Так Никого Попасть Не могу Так Так Вот эти Вот выпадают Их надо Собирать Они нам Дают Боль Больше Большую Скорость Набора Супер Суперкомбо Ну или как Правильно Не знаю Как правильно Это все Называть Суперкомбо Будем так Считать Что это Суперкомбо Первого Второго И третьего Уровня Например Что за ребята Там без меня Веселятся На балконе Надо к ним Поближе Так Уже чуть-чуть Давай-давай Есть У нас есть Уровень Три Ну что Поехали Вот так Вот это Выглядит Правда А Вот что Мы делаем Мы разбиваем Ящики И в них Впадаются Наши враги Тоже Забавно Стильно По Металгировски Так получилось О По-моему Кто-то Тоже Только что Замутил Суперудар Потому что Нет Кстати Да Враги Тоже Могут Против Вас Естественно Использовать Комбо 22 Секунды Так У Радека Кстати Тоже Уже Уровень Один Есть А мы Вот Использовали Уровень 2 И Кстати Мы не Один Раз Можем Ударять И Радек У нас Тоже Использовал Так Ну по-моему Мы Выиграли Очередной Раз Тысяча Очков Третий Уровень Новое Заключение Цель Достигнута Новый Уровень Новая Музыка Куча Призов Ну в принципе Они повторяются То есть Для каждого Персонажа Я думаю Они открываются В В одном И том же Порядке Быстрее Всего Ну это Неплохо Это я просто Сейчас Не доигрываю Да Одним Персонажем Для того Чтобы Посмотреть Другого Вам Показать Снова Эта Карта Uncharted Кстати Не в том Порядке Infinite Карты Не было Значит Все таки Порядок Разный Да и Кратос Конечно Так Уровень Один Мы еще Не смотрели А ну-ка Вот такой Вот удар Есть На уровне Один О Джек и Декстер Пушечкой Пушечкой своей Пользуются Ачивка Двоих Одним Ударом Вот прикольно Смотрите Мы можем даже Здесь имитация Падения Вот оружие Вот оружие Блин А что такое Я его взять Пытаюсь И никак Не получается Кто-то другой В итоге взял Или куда он Делось Так Так Уровень Два Поехали Выносить Наших Противников Ну вот Рыбину Рыбиной Рыбиной Всех Можем Разносить Как Бейсбольной Битой Пользоваться Да По-моему Это весело Весело И очень Фан Вот так А что Это у нас Это у нас Кубик С прокачкой Ну что Еще раз До уровня Три Попробуем Добить Что-то Я конечно Да Прицепился К этим Уровням Здесь В общем-то И без них Откуда И делся Вот что-то Интересное Какое-то Оружие А ну-ка Киданем Током Током Мы всех Шарахнули Током А теперь Уровень Три Поехали Понеслась Есть Один Второй И музыка Кстати В стилистике Металгировской Конечно 10 секунд Давай-давай-давай Я думаю В принципе У нас Неплох Получается На легком уровне Все-таки Не так сложно Так Так Все разочарованы Кроме Нас Минус пять Минус три Минус два А у нас Все хорошо У нас пятый Новый уровень У нас доступен Новый значок Достигнута цель И шестой Уровень Да Мы здесь Кучу всего 22 очка В общей сложности Набили И теперь Против Трех Других Персонажей Сладкоежка Принцесса Обжора И Спайк Посмотрим Что они Нам предложат Карта Эйп Эскейп Из игры Побег Обезьян Все-таки Я Невероятно Умный На старт В бой Моя сила Не знает Гранди Так Ну я думаю Наверное Здесь все-таки Драться до конца Не будем Наверное Выйдем Для того Чтобы посмотреть Посмотреть еще в меню Какие там еще штуки Как Как можно Обновлять персонажа Вот у нас мы видим В редактировании Появилась звездочка Говорит нам о том Что здесь что-то новое есть То есть Профиль В профиле Да Вот мой значок Не так давно заработали Я так понимаю В профиле можно Да-да-да Есть такие значки Которые мы можем Ставить себе Но это Как в Call of Duty Как в куче других игр Происхождение Killzone Получить доступ к событию Получить рейтинг 5 Играя за радека Да Здесь вот мы за радека Получили значок И должен быть Где-то за Райдена Тоже Здесь неподалеку А вот и он Вот он Значок райдена Допустим Мы его Его выбрали Это как у нас Как аватарка Своего рода Так что еще Фон Можем выбирать Тоже для Ну пока у нас Открыт только один Здесь вот я вижу Резистанс Происхождение Резистанс Фон есть Но там нужно Еще поднимать Рейтинг И Прокачивать Для того чтобы Открывать Другие фона Ну это просто Да Это аватарка Для Не знаю Для онлайна Может быть В онлайне Там чтобы Отличаться от других Выберите Выберите название Для карты Вашего профиля В играх Каждый сам за себя Выберите название Для карты Вашего профиля В играх Командный бой Выбрать Напарника Так хорошо В персонажах Еще есть Вот у нас Есть две звездочки На наших персонажах Что у нас здесь Интересно Открылось Так Так вот Наш персонаж Открылось Да Вступление Новое Пленных Я не беру Вступление Вот Точно Это вступление Это когда Бой начинается И вот Каждый там Да Персонаж Какие то Показывает Вот так выглядит Вот наше старое Неплохое место Для боя Мы видели Что он приходит И говорит Да А это вот Будет Вот такой Вариант Или же Там еще Два Мы сможем Открыть То же самое И в конце Я так понимаю Было у нас Вот такое Оп Просто движение А новое Вот так Выглядеть Будет И победная Музыка То же самое И у Другого Персонажа У Райдена Тоже мы Открыли По моему И вступление И финалку Финальный Заключительные Его действия Так Было Вот так Оп Он просто Появляется А стало Вот так Как бы Мелочь Но приятно Такие всякие Фишечки Было так Это концовка Теперь вот Такое Новое Катану Нашу Закладываем В ножны Так Ну и музыка Да Снова музыка Тоже меняется Вот такие вот Мелкие штучечки В принципе Ради которых Погонять Вполне Можно Да и сами Драки Неплохие Довольно таки Веселые Боевки Особенно я думаю В компании Друзей Кстати Вот здесь Костюм Еще есть Костюм Курьера Костюм Жнеца Злодей Среди Воров Эти костюмы Тоже наверняка Можно открыть По ходу Игры У каждого Персонажа Выберите Героя Что еще Просмотр целей И наград Ну это Все то Задания Какие то Которые мы Можем открывать Ну в общем Понятно Цели и наград Так оно и Называется Описание Создание Ну вот Да Примерно так Все это Выглядит Я думаю Я показал Большинство Игровых Штуковин Которые здесь Можно увидеть И в принципе Думаю Для ролика Этого достаточно Спасибо всем Что посмотрели Это была Игра Звезды Плейстейшн Ставьте лайки Если понравилось Подписывайтесь На канал Если еще Этого не сделали Всем пока До новых Видосов